От самых причудливых победных голов до совершенно знаковых моментов. В этом видео мы рассмотрим самые запоминающиеся голы 8 Коматенхэл. Это наша первая часть. Если хотите поскорее увидеть вторую и третью часть, то скорее поставьте 100 лайков под этим видео, и мы моментально выпускаем следующие части. А теперь давайте сразу перейдем к делу. Анахаймдакс. Помните тот случай, когда Пол Каре был нокаутирован, а через несколько минут забил гол в финале Кубка Стэнли 2003 года. И никого не волнуясь, что Анахаймдакс в конечном итоге проиграли. Люди запомнили, как забивал гол Пол Каре. После того, как Скотт Стивенс нокаутировал его в несколько секунд, Пол лежал неподвижно. Каре вернулся к жизни с кашлем, от которого на его виздере образовалось облако конденсата. Всего через несколько минут он драматически возвращается на скамейку запасных в Анахайме и продолжает забивать. Он нанес ракетный удар мимо вратаря. Шейн Дуан из команды Arizona Coyotes. Шейн известен как величайший койот. Закрепил это прозвище, когда забил свой 400-й гол в 2016 году. Дуан добился этого подвига за 44 секунды до конца второго периода против Торонто Maple Leafs. Этот гол пришел на 1500-ю игру Дуана в карьере. Шейну Дуану тогда было 40 лет. И это напоминало хоккейному миру, насколько он был хорош в течение столь долгого времени. Boston Bruins. 10 марта 1970 года Бобби Орр взлетел в воздух, забив один из самых знаменитых голов в истории НХЛ. Брюанс вели со счетом 3-0 в серии с Сент-Луисом, но после основного времени счет в четвертой игре стал равным 3-3. Бобби Ору, которому так и не удалось забить в серии, понадобилось всего 40 секунд в эвертайме, чтобы это исправить. Перебросив шайбу вперед Дерику Сандерсону и прорезав центр, получил ответный пас от него. И быстрым ударом обыграл вратаря Брюс, Глена Холла, но то, что произошло дальше, навсегда отпечаталось в памяти хоккейных болельщиков. Плюшка защитника Брюс Ноэля Пикардо застряла в коньке Ора, когда тот бросал шайбу, отправив легенду хоккея в полет. Buffalo Cypress. Это была четвертая игра полуфинала дивизиона 1993 года. Второй период дал Брюанс преимущество 5-2. К счастью, Cypress обладали достаточно огневой мощью в сезон 92-93 с такими игроками, как Пэт Лафонтейн и Александр Могильный, которые только что завершили рекордные регулярные сезоны 129 голами и 275 очками вместе взятыми. Cypress постепенно забивали Бостону. В конечном итоге сравняли счет и отправили игру в овертайм. Затем, всего за 4 минуты 48 секунд до начала овертайма, Брэд Мэй принял пас от нападающего Пэт Лафонтена в центре площадки, обыграл Рея Борка, а затем финтом обманул вратаря, заставив его упасть и оставив Мэй открытое пространство, чтобы забить гол. Этот гол не только принес победу в игре, но и обеспечивал Баффало победу над второй лучшей командой NHL на тот момент. Calgary Flames. Тео Флери был известен тем, что будучи одним из самых низкорослых хоккеистов своего поколения, Флери играл в силовой манере, что часто приводило к конфликтам как с тренерами, так и с другими игроками. И никогда не было так очевидно, что деревский игрок так отпразднует плей-офф Кубка Стэн для 1991 года. Флери забил гол в овертайме шестой игры серии первого раунда против Эдмонтона Уэллерс и отпраздновал это тем, что полетел по льду, скользя из центрального круга сбрасывания в собственную зону. Празднование Флери стал спорным, когда Эдмонтон выиграл седьмую игру, но десятилетия спустя это празднование помнят лучше, чем исход той серии. Carolina Hurricanes. Харри Кейнс. Джастин Вильямс был автором одного из самых величайших голов в истории Каролины. Джастин Вильямс выиграл Кубок Стэнли в составе Каролины за время своего пробивания в ней. Джастин Вильямс хорошо служил Харри Кейнс, забив 81 гол и отдал 120 передач, набрав 201 очко в 265 сыгранных матчах регулярного сезона. Его всегда будут помнить за его героизм в плей-оффе. Chicago Blackhawks. Патрик Кейнс и Майкл Лейден были, пожалуй, единственными людьми на льду, которые знали, где находится шайба. Кейнс кинул шайбу мимо голкипера Филадельфии Лейдена в овертайме шестой игры финала НХЛ 2010 года, что принесло Чикаго первый кубок Стэнли с 1961 года. Кейн был всего лишь 21-летним молодым человеком со свежим лицом, который играл свой третий сезон в НХЛ, и это была лишь его вторая серия плей-офф на тот момент. Colorado Avalanche. Прислонившись к своим воротам, «Пантеры» вели оборонительную игру. Вратарь Флориды Джон Бам Брисбрук сделал эту игру с вратарем Colorado Patrick'ом Woe. Обе команды провели марафонский матч, который привел их к третьему овертайму. Гол Юи Круппа без посторонней помощи за 4 минуты 41 секунду завершил овертайм по продолжительности 44 минуты и 31 секунду и принес Colorado победу со счетом 1-0 в серии из четырех игр, которая дальнейшем принесла им кубок Стэнли. Итак, вот мы и подошли к концу. Сегодня мы разобрали лучшие голы восьми команд из НХЛ. Если вам понравился этот ролик, то скорее поставь лайк и не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие части по этой теме.